Всем привет! Серия номер два. Рассматриваем мои наборы, мои запасы. Мы перешли ко второй коробке. Вот такая яркая, красивая коробка у меня есть. Вот так аккуратно у меня сложены наборы разных фирм-производителей. Ну и давайте приступим. Первые наборчики, которые я вытащила, это наборчики от Чарина Ныть. Это наборчик на Перстянка и Дельфиню. Длинные такие панельки, 20 на 50 сантиметров их размер. Мне очень понравились эти сюжеты и я их приобрела. Здесь ниточки ПНК имени Кирова представлены и Аида. Ну, так как я уже полюбила равномерную основу, то обязательно буду теперь менять, скорее всего, на линду 27 каунта. Ну а там посмотрим на какую-то, может быть, другую. Вот они будут идти в пару. Мне нравится немножко вот такой размытый эффект. Яркие-яркие краски, красивые очень панельки, свеженькие такие дизайны. Подойдут в любой интерьер, потому что цветы, знаете, мне ко всему подходят. Красиво, свежо, ярко. Вот две панельки от Чариной Ныть. Есть у меня еще вот такой набор тоже от Чариной Ныть. Это ангел по мотивам Бунгеро. Бунгеро, не знаю, как читается, честно вам скажу. Даже не искала в интернете, не смотрела, чей дизайн. Увидела превьюшку. Мне очень понравился этот ангел, задумчивый взгляд. Такой смотрит куда-то вглубь, наготове этот маленький лук со стрелами. И вот поджидает, да, поджидает свою жертву, чтобы вонзить стрелу любви в сердце. Красивый сюжет, но проработка, честно вам скажу, вот сейчас смотрю, наверное, здесь отшив. Мне не нравится, и меня это расстраивает. Не знаю, что буду делать с этой работой. То ли отшивать, то ли не отшивать, то ли как-то перенабирать схемы, дорабатывать. Честно, нет у меня каких-то идей. Покажу немножко поближе, и вы поймете вот эти блики, переходы, да, какие-то такие странные. Далека, конечно, смотрится очень хорошо, очень. А вблизи проигрывает работа. И в отшиве я смотрела тоже фотографии, тоже проигрывает работа в отшиве за счет этих бликов непроработанных. Ну, не знаю, девочки, я в недоумении. Нитки всех, конечно, такого цвета в стиле монохром, в стиле сепии, да, вот такие коричневые оттенки и бежевые. Канва Аида 14-го каунта беленькая. Ну, вот, буду думать, пока пусть лежит, потом мысль приедет к мне что-то. Наборчик сделай своими руками. Птица Феникс. Мне казалось, что она должна вышиваться на синей конве, но нет, здесь Аида белого цвета 14-го. Схема, вот видно, кусочек, хорошая, понятная, четкая. Ниточки шерстяные. Я их уже недолюбливаю, потому что вышиваю. Сделаю своими руками шерстяными нитками, и они не очень хорошие. Сам сюжет мне нравится. Феникс, птица магическая, моя птица. Но буду здесь что-то делать. Скорее всего, воспользуюсь только схемой. Возьму синюю равномерку, какую-нибудь неравномерно прокрашенную, что-то интересное. Заменю на ниточки мулине. И вышью вот в таком стиле. Не буду вышивать шерстью. И вот так, как представлена в наборе, у меня будет моя, по-своему, исполненная птица. Счастье, Феникс. Сам сюжет мне очень нравится. Дизайн, но отшив мне не нравится. Буду переделывать. Так. Наш уголок чудесная игла. Очень теплый и милый пейзаж. Осенний. Я люблю вышивать домики. И, скорее всего, у меня будет собираться коллекция домиков, я так понимаю. Потому что эти дизайнные сюжеты, такие пейзажные, они очень трогают мое сердце. Вот. Осени у меня еще не было. И мне нравятся, в принципе, разработки наших производителей. Поэтому приобрела. Будет вышиваться. Фирма Ласка. Это украинская фирма, которая выпускает наборы по дизайнам известных фирм, снятых с производства. Вы, конечно же, все узнали этого тигрушу, любимого, который вышивается. Это есть дизайн у Дименшенс. Но он давно снят с производства. И за ним охотятся. Честно, он меня не вдохновляет так сильно, чтобы прям вот ох и ах. Я его покупала прицепом. Но, знаете, все, что не делается, все к лучшему. Потому что хорош этот тигр. Красивая будет тоже картина. Такая увеличавая, большая у него здесь голова. Может быть, я его и вышью. Заменю тоже основу. Нитки, может быть, и оставлю. И буду вышивать. Вот. Он мне обошелся. Тогда очень-очень дешево. Поэтому почему бы и нет. Хотя бы просто потому, что есть схема. Риолис. Наборчик с шерстью. Люблю я наборчики с шерстью Риолиса. Этот набор тоже, представляете, покупала прицепом. Какая-то акция шла, распродажа. Думаю, ну вот, там совсем дешево было. Возьму его. И хотела разобрать его на материал. А потом посмотрела на этот сюжет. Думаю, нет, его надо вышивать. Это русский пейзаж. Наши деревни. Очень красивый. Передается национальный, так сказать, быт. Вот. Поэтому когда-нибудь я выщу. Очень хорошая картина. Так. Ну, еще один наборчик, который я покупала на Заре своим занятием. Вышивкой тоже. Он по скидке шел. Ну, почему бы и нельзя. Часть уже таких вещей не делаю. Не покупаю. Просто потому, что по большой скидке покупаю. Только то, что мне нужно. Даже если там нет никаких скидок. А вот раньше я делала такие вещи. И думаю, ну, просто буду вышивать. Теперь я понимаю, что вот просто буду вышивать. Это не вариант. Потому что вышивать мне есть что. Вот мне много всего. И вот просто так, как бы, тратить время я не хочу. Ну, это маленький дизайн. Его можно вышить на... Сделать какую-нибудь прикладную штучку. Я не буду делать надпись «Рябина на коньяке», так как я вообще не пью спиртного. У меня это будет какой-нибудь клюквенный сок, морс, все что угодно, только не спиртное. Бутылки я не вышиваю. Хотя мне нравятся. Есть такие очень красивые. У Алисы, по-моему, дизайны с венцом. Там есть виноград и красивые такие натюрморты. Но вот принципиально, так как не пью, поэтому даже не вышиваю. Ну, это единственный такой наборчик. Я его переделаю и что-то хорошее-то я сделаю с ним. Так-так. Риолис. Опять же, шерсть. Это... Картина называется «Поцелуй». По работам Климта разработана. И она будет идти, конечно же, в пару. Я вот начала сейчас дизайн на «Материнская любовь». Вот мне нужно будет вышить еще и эту картину. Я от нее без ума от этих красок. Ну, вот где бы руки найти, чтобы все это вышить. И всю эту красоту. Здесь много-много ниток шерстьяных. Вот они там в моточках. Есть висер, есть стеклярус. Все это будет такое яркое-яркое. Ой, обалдеть. Хочу-хочу вышивать. И, девочки, есть у меня наборчик также от «Лука-эс». Написано «Гобелен». Да, точно, «Гобелен». Вот такие здесь ниточки на трех планшетках. Гобеленовая сетка. Но мне нужно будет менять основу, так как здесь, вы понимаете, вышивается все преимущественно светлыми ниточками, белыми и голубыми. И будет просвечиваться эта сетка. Поэтому я буду менять основу. Пока еще не знаю, то ли на линду, то ли нужно покупать отдельно такую сеточку. Увидела дизайн вот эту церковь. Почему-то она меня затронула. Не знаю, что за церковь, что это. Просто вот произошел какой-то, да, такой звоночек внутри, что мне нравится, мне нужно вышить. И я сразу приобрела. Снег. Такие купола яркие, тоже засниженные. Зимний солнечный день. Очень красивая работа. Размеры ее будут 32 на 26 сантиметров. Прям вот смотрю, вместе с вами. Меня завораживает спокойствие этой картины и умиротворенность. Еще один наборчик от Лукаэс. Это подарок моей сотруднице с работой, которая живет в Молдове и ездит туда каждый год. Поэтому она мне приводит каждый раз по какому-то наборчику. Здесь пионы. Мне очень нравится этот цветок пион. Раньше у нас дома росли. В своем доме выросла большие кусты розовых и белых пионов. Это такое было волшебство. И сейчас, когда я смотрю сериалы корейские, мне нравятся исторические сериалы, где показывают царей, показывают жизнь во дворце. И вот пион считается царским цветком в Корее. Не роза королева цветов, да, а там пион является самым главным цветком. И все картины, все стараются расписывать, чтобы были пионы. Это считается очень-очень хорошим цветком и знаком. И я, вот знаете, меня эти все эмоции, меня впечатлили. Я тоже себе захотела вот такую вот картину с пионами. Ниточки яркие. Это дизайн на Аиде. Я немножко неправильно написала код, поэтому мне закупили на Аиде. Я попрошу, нет, я заменю, извините, заменю на Линду, наверное. Или, может быть, на другую равномерку. Вот так. И переходим к Панне. Вот такая будет у меня подушка. Одну подушку стихии «Ветер» я уже начала в рамках апреля месяца стартов. И меня ждут еще три подушки. Это вот вода. Посмотрите, какая красивая подушка. Я не сразу заметила, что вот здесь есть девушка. Я увидела ее лицо и не сразу поняла, что вот у нее тело, да, и вот так идет нога. Морская девушка. Прекрасный огненный такой здесь у нас воин, который держит птицу феникса тоже, моя любимая птица. И есть еще земля. Но этот набор снял с производства. Ну, я скачала схему. Поэтому у меня все есть. Надо браться, садиться и вышивать, чтобы у меня было четыре подушки, четыре стихии. Красота будет. Так, переходим к еще одному наборчику от панны. Живая картина – это гладь. Давно меня гложет вот любопытство попробовать гладью. Наборов накупила, а пока руки не доходят. Скорее всего, нужно начать мне вот с этого набора, потому что здесь не так-то много вышивается. Нужно попробовать эту технику. Птичка называется серистель. Я обожаю птиц. Посмотрите, какой он серьезный и важный. Просто директор лесов. Вот. Ну, тут схема, ниточки там все. Я, наверное, его отложу в стороночку. Буду его начинать. Надо попробовать гладь. Да-да. Идет в сторону. И переключаемся на золотой руно. Я так стараюсь в коробке складывать, чтобы шли они по производителю. Шикарная картина на крылечке. Два кота развалились. Лежат греться на солнышке. Наблюдают за птичками. Видно, что они очень сытые, не голодные. И наблюдают просто из-за интереса. А воробушки резвятся и заняты своими хлопотами. Добывают себе червячков. Каких-то жучков, чтобы прокормить своих птичков, наверное. В саду поспели яркие, сочные яблоки. Солнечный день теплый. Вот. Прекрасная картина. В отшиве, мне кажется, будет вообще просто супер. Дети, посмотрите, какие яркие, насыщенные. Ой. Это любовь с первого взгляда. Этот набор. Ждет. Ждет у меня. Ждет. Я люблю золотое руно. Кстати. Вот как-то оно не сильно у нас популярно на YouTube. Но когда вышиваешь картину золотое руно, получается действительно картина. Мне очень нравится. Вот еще одна такая картинка под кидыш. Покупала я этот набор. Я думала, что здесь будет вот такое вложено паспарту с лапками. Мне хотелось вот это паспарту. Поэтому я купила этот набор. Но паспарту здесь не оказалось. Не знаю почему. Но не важно. Закажу и сделаю мне такое паспарту. Ничего страшного. Купила я эту картину. Мне эта собака напоминает нашего собаку. Когда я была маленькая. Его звали Дымок. Он очень любил блины. Вот. И то у него видно, что такой влажный такой вот носик. Она так смотрит на тебя такими преданными глазками. Прямо умоляющими. Вот нашел тебе кота. Возьми его. Доброе существо. Ниточки вот такие здесь. На планшетке. Хорошие. Тоже когда-то вычью. Я люблю вышивать животных. Поэтому будет такая у меня картинка. Еще одна картина. Это подарок от Наташи. Мы когда с ней познакомились, она мне подарила вот такую картинку. Золотая рыбка. Два кота. На рыбалке. С ними тут лягушонок. Целое действие происходит. Рак в сетке сидит. Ну, в общем, красота. Буду обязательно вышивать. Так, я его открывала. Тут уже смотрела. Поэтому нитки вот там они есть. Но сверху попалась у меня схема, потому что я открывала этот наборчик. Хороший такой сюжет тоже. Немножко детский, но веселый. Опять же, золотое руно. Это смешанная техника. Опять же, подарок. Это подарок от Оксаны Березы. Оксана, привет тебе. Наборчик с птичками. Мне очень нравятся птички, синички. Вся эта красота. И здесь используется вот немножко бисера для снега на зернышках. И вот такие яркие-яркие нитки. Просто красота. То, что я люблю. Ну, там есть и спокойные оттельки, конечно же. Не все яркие-яркие. Это вот, которые идут на хрябине. Такие птички. Ну и, конечно же, в пару к ним снегири. Куда без них. Тоже смешанная техника. Тоже с бисером. Очень хочу приступить. Мне все так нравится. Когда ж найти время. Ну, знаете, хотя бы есть в моих запасах. Это меня уже радует. Бисер. И ниточки яркие. Вышивается здесь часть полукрестом. Вот этот задний фон. Это полукрест, как вы знаете. Поэтому вышивается быстро и легко. Так говорят девочки. Получается очень красивая перспектива. Хорошие такие снегири надутые, как шарики. Вот такой наборчик. Ну и главный набор из серии «Золотое руно» – «Масленица». Да, но я о нем мечтала. Когда купила, поставила в план в отшив, как-то не приступила. Но в этом году, 100%, девочки, я его буду начинать. Ближе к осени начну этот набор. Здесь много листов схем, 8 фрагментов, много ниток. Вот с обратной стороны мы видим несколько планшеток. Но внутри там много-много ниток. Они сложены. Тоже там планшетки. Потому что набор очень тяжелый. И большой размер, 31 на 46 сантиметров. Вышивается здесь все крестом. Немножко есть бэкстича, совсем чуть-чуть. Ну, картина шикарная. Люблю я вот национальные такие сюжеты. Поэтому он меня ждет. Надшив. Так. Еще серия «Серина мыть». Немножко у меня потерялся. Тяжелый набор. Тоже хочу начать его в этом году. Это набор для вышивания бисером. Частичная зашивка. Называется «Янтарный день». Размер работы 27 на 27 сантиметров. И вот такое богатство здесь используется. Я вам уже показывала. Бисер, бусины, золотая нить. Какие-то еще тут всякие штучки интересные. Шикарная, мне кажется, будет картина. Пока надеваю руку, чтобы не напортачить. Ну, а потом примусь за эту красавицу. Чарим на муть. Есть у меня наборчики от Алисы. Этот набор у меня вызывает очень много теплых эмоций. Такая теплая осень. Красивые георгинки. Птичка прилетела. Тыковки, орешки. Очень милый теплый натюрморт. Обязательно здесь буду менять уже кону на равномерку. Да, да, это уже не вопрос. Потому что здесь не полная зашивка. И если основа светлая, то лучше менять на равномерку. Если основа темная, молочная, кофейная, то при оформлении нет никакой разницы. Поверьте, это незаметно. А вот светлая, да, лучше, конечно, на равномерку. Поэтому здесь что-то будет. Очень красивый дизайн. Теплый-теплый. Еще у меня есть один наборчик от Ланцвит. Один я начала. Мучаю его. Второй меня ждет в очереди. Называется Радость на двоих. Два малыша празднуют день рождения. Ну, я так понимаю, что они вдвоем празднуют день рождения, потому что Радость на двоих. Тортик один. Свечечки, подарки. Красивые вот эти цветочки. Мне нравятся фиалочки. Вышивается, например, в синей конве. Организация у Ланцвит на высшем уровне. Все мне здесь нравится. Высокая сложность. Это непростой набор. Много бэкстича. Хорошая проработка. Но и результат на высшем уровне. Поэтому я надеюсь, что это не единственный набор в моих запасах. Я буду покупать еще наборы Ланцвит. Пусть они детские, но они мне нравятся. Я люблю вышивать то, что мне нравится. Даже вот немножко детские наборы я тоже вышиваю. Есть у меня наборчик и от Classic Dazing. Это пионы в Азии. Эта фирма, как вы знаете, выпускает сюжеты дизайны по схемам Dimensions, снятых с производства. И дает нам шанс вышить любимые дизайны. Те, которые уже найти невозможно. Это очень хорошая альтернатива, я вам хочу сказать. Потому что здесь качественные материалы. Конва, цвай, горнитки ДМС. Не надо сидеть, мучиться самостоятельно подбирать, искать там что-то, да, составлять набор. Вот купил вам более экономный и вышиваю себе. У них постоянно пополняется их линейка. Наборы выходят новые-новые. И я с удовольствием буду их тоже покупать. И надо вышить, наверное, этот наборчик. Он небольшой. 21 на 16 сантиметров. Прям возьму его выше, попробую. Ложу сейчас в сторону. Вот так. Еще чудесная игла, как-то он у меня отбился от другой чудесной иглы. Это вот такие лебеди красивые. Немножко пиксельная картинка, кто-то мне может сказать, да. А мне нравятся. Иногда мне нравятся и вот такие простые пиксельные сюжеты. У них есть свой шарм, своя теплота. Мне нравятся здесь лилии. И, в общем, трудно у меня этот дизайн, поэтому буду вышивать. 30 на 21 сантиметров. Вот такая очень понятная схема. Это чуть не видно. Они внутри. Этот набор я не открывала. Но я думаю, все будет хорошо. Меня здесь ничего не смущает. Все нравится. Немножко терпения. Мы продолжаем. Еще сделай своими руками ваза с орхидеями. Недавний подарок от Наташи. Она меня балует. Вот как ездит в Москву. Так мне привозят какие-то подарочки. Наташа, привет тебе. Большое спасибо. Вот такая красивая орхидейка. Большой набор. 29 на 50 сантиметров. Вышивка шерстью. И так здесь очень-очень много. Такой плотный, тяжеленький наборчик. Вышивается на аиде 14 каунта. Вот такая красота. Панна. Оберег. Как же называется? Власть, могущество, знание, свобода. Очень интересный оберег. Мне понравились эти обереги от Панны. В синих оттенках. Буду вышивать себе в офис. Используется здесь серебряная нить. Меланж. И такая синяя ниточка. Мне здесь обликуют. Так, красивые здесь орнаменты. Высокая сложность. Несмотря на то, что кажется, что просто орнаменты. Но сложность здесь высокая. Чаривно мыть. Опять же, люблю чаривно мыть. Это наборчик в технике вышивки лентами. Мне уже хочется попробовать и что-то новенькое для себя. Пока лежит, ждет очереди. Напечатанный здесь рисунок. Внутри красивые ленточки. Ну вот, лежит, пока ждет. Размер 27 на 27 сантиметров. Такая красота. И РТО. По-моему, у меня единственный набор от РТО. Нравятся мне индейские вот эти девушки. Перья, их украшения. Увидела этот дизайн и, не задумываясь, приобрела. Ну вот, смотрю, немножко мне не нравятся переходы на лице. Может быть, я там что-то изменю. А сюжет мне нравится. Называется «Медехи. Лесная вода». Очень много миток, кстати, здесь. И вот такого очень спокойной оттенки. Вот бежевых, коричневых, немножко такие сиреневые цвета. Красивая палитра. Так, ну что, ну что. Остались у меня тут просто какие-то малютки. Мы быстро пробежимся по малюткам. Тоже каким-то прицепом покупалась у меня от Алисы утаежная речка. Не знаю, буду я его вышивать или нет. Пусть пока лежит. Время покажет. Если не вот такой хорошенький, не знаю, кто это, собачка, наверное, от Риолис. Вышивается шерстью. Нравится мне их серия у Риолиса. Вот эти вот собачки-кошечки интересные. Маленький дизайн, 16х16, но обязательно буду вышивать. Можно даже в подушку, неважно. Просто мне нравится сам процесс. Так. Чудесная игла, ангелочек. Тоже такой хороший дизайн. Здесь надо менять обязательно на равномерочку, чтобы было вообще все хорошо. Тонкие струны любви. Еще один наборчик у Триолис. Шерсть. Такая вот сумочка под телефон. Давно бы надо вышить. Где же мои руки? Тоже вот эти вот здесь коты с маками. Такой кот с маками. Интересный сюжет. Нравятся мне вот эти вот такие подушки яркие. Сюжеты. Красивые ниточки шерстяные. И еще один малыш. Тоже подарок. От Оксаны Дерезы. Лунный эльф. Набор Неокрафт. Пока ждет в своей очереди. Но надо поскорее бы вышить эту малютку на равномерке. Да. Наверное, его отложу и скоро вышью. Вот. Тут немного вышивается. Вот, девочки. Это все мои наборы с этой коробки. Есть у меня еще наборчики, которые хранятся отдельно. Они как бы начатые, сформированные. Сделаю еще одно видео, наверное, и покажу их отдельным видео. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.